Здравствуйте, водолейцы! Это недельный расклад для вас. Неделя с 12 по 18 октября. Дом, семья. Карта Луны. Здесь Луна, конечно, карта темная, может означать и страхи, и... Ой, ну почему нам такой расклад? И страхи, и сомнения, непонимание чего-то, потому что по Луне нет ясности. Может быть, это касается, естественно, раз это дом, это может касаться недвижимости, семьи, каких-то дел домашних. Или вот такого вот с кем-то из членов семьи могут быть. Даже ссоры по Луне, естественно. То есть любого рода... Может быть, бездействие в силу страха сделать что-то. То есть, может быть, что-то важное надо сделать, потому что всё-таки старшая Аркан Луна. Но присутствует какая-то такая неуверенность, как это сделать. И в силу этого, естественно, бездействие. Ну, такая вот не самая, конечно, лучшая карта, которая может выпасть на дом семью. Любовь и отношения. Девятка монет. Девятка монет. В общем, тоже двоякая карта. В каком смысле двоякая? То есть она может, с одной стороны, быть действительно расцвет в отношениях. То есть любовь похожа на такой райский уголок, где мы себя чувствуем очень комфортно, очень уютно, где просто вот счастье и удача улыбнулись нам. А иногда это могут быть такие отношения, когда всё очень даже чинно, мирно, благородно. Потому что монеты – это такая очень земная, спокойная масть. Но люди могут быть так вежливо отдалены, каждый занят своим. Вот по девятке, потому что она здесь одна. Я всё время думаю, где мужик? Он может что делать? Фотографирует, что ли? Вот, может, он её как раз и фотографирует, тогда, слава Богу, там рядом с ней. А может быть, она вот просто так вот наслаждается, живёт, всё, она, в общем-то, довольна и счастлива. Но где-то они вот довольны и счастливы, но немножко заняты, чтобы быть вместе довольными и счастливыми, чтобы дочка кубков была. Так что, но в принципе, всё равно карта спокойная. Пятёрка кубков в работе и финансах. Конечно, это могут быть, если касается коллег по работе, могут быть какие-то обиды, да? Могут быть какие-то разочарования в ком-то, в чём-то. Для людей, кто работает не по найму, а на себя, эту пятёрку кубков очень легко объяснить, её очень легко получить, в принципе, в раскладе, если на предыдущей неделе был, например, подъём, да, большой объём заказов, прибыли, естественно, доходы хорошие. И если вдруг спад на этой неделе, то, естественно, ну, как бы, типа, оно что-то как-то не совсем хорошо. То есть это вполне объяснимо тогда. По деньгам пятёрка кубков могут быть потери, могут быть неудачные покупки, могут быть большие какие-то сожаления. У некоторых водолеев вот эта луна тёмная, которая касается дома, может быть, вот это вот с пятёркой кубков, это именно касается что-то, например, недвижимости, каких-то домашних дел, какого-то непонимания, что происходит, каких-то затрат, которые обидны, например, да, потому что не все же вещи мы покупаем и радуемся иногда, мы вынуждены платить, и эти платежи бывают очень обидными, такими. Главное не расстраиваться, главное эмоционально не раскваситься. Сегодня для совета-антисовета я использую колоду Оша Дзен, чтобы посмотреть, что нам посоветуют совет, антисовет. Ну, посмотрим, что нам скажут совет и антисовет. Итак, карта Оша Дзен называется «Завершённость», то есть «Мир». Антисовет. Башня, то бишь «Молния» здесь. Ну, покуда у нас здесь в карте «Мир. Завершённость», мы видим, что мы видим руку, да, собирающую картинку, пазл. И вот последний фрагмент, как говорится, сейчас будет сюда добавлен, и картина будет такая целая, полная, завершённая. То есть человек что-то заканчивает. Причём такое миролюбивое строительство, я бы сказала, мирное строительство. А в «Молнии» что-то на мирное как-то плохо похоже, тем более, что это больше не строительство, а разрушение. У всех, конечно же, нас много, мы разные, у всех своя жизнь, но антисовет, агрессия, разрушение, радикальные какие-то перемены, снос под асфальт, как говорится, всё под ноль. То есть это в антисовете. А в «Совете» это как раз строительство, завершение, спокойное, благополучное, гармоничное завершение чего-то. У всех это будет разное, о чём говорят карты. Ну вот такой совет с антисоветом. Дорогие водолеи, так что не надо ничего бояться, эмоциональное своё состояние держите, как говорится, в узде, и тогда будет нормальная, хорошая неделя, желаю вам удачи во всех делах, пока!